Ах, мой милый Августин Рассказать старую историю, которую я когда-то рассказывал, тогда, когда... Да, тогда вас еще и не было. Итак, Ханс Чурбан. Старая история, пересказанная вновь. Была в одной деревне старая усадьба, а у старика, владельца ее, было два сына. Да таких умных, что и в половину было бы хорошо. Они собирались посвататься к королевне. Это было можно. Она сама объявила, что выберет себе в мужья человека, который лучше всех сумеет постоять за себя в разговоре. Оба брата готовились к испытанию целую неделю. Больше времени у них и не было. Да и того было довольно. Знания у них ведь имелись, а это важнее всего. Один знал наизусть весь латинский словарь и местную газету за три года. Одинаково хорошо мог пересказывать и с начала, и с конца. Другой основательно изучил все цеховые правила и все, что должен знать цеховой старшина. Значит, ему ничего не стоило рассуждать и о государственных делах, думал он. Кроме того, он умел вышивать подтяжки. Вот какой был искусник. Уж я-то добуду королевскую дочь, говорили и тот, и другой. И вот отец дал каждому по прекрасному коню. Тому, что знал наизусть словарь и газеты Воронова, а тому, что обладал государственным умом и вышивал подтяжки Белого. Затем братья смазали себе уголки рта рыбьим жиром, чтобы рот быстрее и легче открывался, и собрались в путь. Все слуги высыпали на двор поглядеть, как молодые господа сядут на лошадей. Вдруг является третий брат. Всего-то их было трое, до третьего никто и не считал. Далеко ему было до своих ученых-братьев, и звали его попросту Ханс Чурбан. «Куда это вы так разрядились?» — спросил он. «Едем ко двору выговорить себе королевну. Ты разве не слыхал, о чем барабанили по всей стране?» И ему рассказали, в чем дело. «Эге! Так и я с вами!» — сказал Ханс Чурбан. Но братья только засмеялись и уехали. «Отец, дай мне коня!» — закричал Ханс Чурбан. «Меня страсть забрала охота жениться!» «Возьмет королевна меня, ладно, а не возьмет, я сам ее возьму!» «Пустомеля!» — сказал отец. «Не дам я тебе коня! Ты говорить-то не умеешь! Он братья твои! Те молодцы!» «Коле не дашь коня, я возьму козла! Он мой собственный и отлично довезет меня!» И Ханс Чурбан уселся на козла верхом, всадил ему в бока пятки и пустился вдоль по дороге. «Эх ты! Ну как понесся!» «Знай наших!» — закричал он и запел во все горло. А братья ехали себе потихоньку, молча. Им надо было хорошенько обдумать все красные словца, которые они собирались подпустить в разговоре с королевной. Тут ведь надо было держать ухо востро! «О-о-о!» — закричал Ханс Чурбан. «Вот и я! Гляньте-ка, что я нашел по дороге!» И он показал дохлую ворону. «Чурбан!» — сказали те. «Куда ты ее тащишь?» «В подарок, королевне!» «Вот-вот!» — сказали они, расхохотались и уехали вперед. «Ха-ха! А вот и я! Гляньте-ка, что я еще нашел!» «Такие штучки не каждый день валяются на дороге!» Братья опять обернулись посмотреть. «Чурбан!» — сказали они. «Ведь это старый деревянный башмак! Ты еще без верха! И его ты тоже подаришь королевне?» «И его подарю!» — ответил Ханс Чурбан. Братья засмеялись и уехали от него вперед. «О-о-о! А вот и я!» — опять закричал Ханс Чурбан. «Нет! Чем дальше, тем больше!» «Хе-хей!» «Ну-ка! Чего ты там еще нашел?» — спросили братья. «А нет, не скажу!» «Вот обрадуется-то королевна!» «Тху!» — плюнули братья. «Да ведь это грязь из канавы!» «И еще какая!» — ответил Ханс Чурбан. «Первейший сорт! В руках не удержишь! Так и течет!» «И он набил себе грязью полный карман!» «А братья пустились от него вскачь и опередили его на целый час!» «У городских ворот они запаслись, как и все женихи, очередными билетами и стали в ряд!» «В каждом ряду было по шести человек» «И ставили их так близко друг к другу, что им и шевельнуться было нельзя!» «И хорошо, что так!» «Не то они распороли бы друг другу спины, зато только, что один стоял впереди другого!» «Все остальные жители страны собрались около дворца!» «Многие заглядывали в самые окна!» «Любопытно было посмотреть, как королевна принимает женихов!» «Женихи входили в залу один за другим, и как кто войдет, так язык у него сейчас и отнимется!» «Не годится!» «Говорила королевна, вон его!» «Вошел старший брат!» «Тот, что знал наизусть весь словарь!» «Но, постояв в рядах, он позабыл решительно все!» «А тут еще полы скрипят, потолок зеркальный, так что видишь самого себя вверх ногами!» «У каждого окна потрепестца, да еще один советник, и все записывают каждое слово разговора, чтобы тиснуть сейчас же в газету, да продавать на углу по два скиллинга!» «Просто ужас! К тому же печку так натопили, что она раскалилась до красна!» «Какая жара здесь, наконец!» — сказал жених. «Да, отцу сегодня вздумалось жарить петушков!» — сказала королевна. Жених и рот разинул. Такого разговора он не ожидал и не нашелся, что ответить. «А ответить-то ему хотелось как-нибудь позабавнее!» «Э-э-э-э...» — проговорил он. «Не годится!» — сказала королевна. «Вон!» Пришлось ему убраться во свояси. За ним явился к королевне другой брат. «Ужасно жарко здесь!» — начал он. «Да! Мы жарим сегодня петушков!» — ответила королевна. «Как штука!» — пробормотал он, и все песцы написали. «Как штука!» «Не годится!» — сказала королевна. «Вон!» Тут явился Ханс Чурбан. Он въехал на козле прямо в залу. «Вот так жарища!» — сказал он. «Да! Я жарю петушков!» — ответила королевна. «Вот удача!» — сказал Ханс Чурбан. «Так и мне можно будет зажарить мою ворону!» «Можно!» — сказала королевна. «А у тебя есть в чем жарить?» «У меня нет ни кастрюли, ни сковородки!» «У меня найдется!» — сказал Ханс Чурбан. «Вот посудина!» «Да еще с ручкой!» И он вытащил из кармана старый деревянный башмак и положил в него ворону. «Да это целый обед!» — сказала королевна. «Ну где же нам взять подливку?» «А у меня в кармане!» — ответил Ханс Чурбан. «У меня ее столько, что девать некуда! Хоть бросай!» И он зачерпнул из кармана горсть грязи. «Вот это я люблю!» — сказала королевна. «Ты скор на ответы!» «За словом в карман не лазишь!» «Тебя я и возьму в мужья!» «Но знаешь ли ты, что каждое наше слово записывается и завтра попадет в газеты? Видишь, у каждого окна стоят три писца, да еще один советник. А советник-то хуже всех ничего не понимает!» «Это она все наговорила, чтобы испугать Ханса!» А писцы заржали и посадили на пол кляксы. «Ишь, какие господа!» — сказал Ханс Чурбан. «Вот я сейчас угощу его!» И он, недолго думая, выворотил карман и залепил советнику все лицо грязью. «Вот это ловко!» — сказала королевна. «Я бы этого не сумела сделать! Но теперь выучусь!» Так и стал Ханс Чурбан королем. Женился, надел корону и сел на трон. Мы узнали все это из газеты, которую издает муниципальный советник. «А на нее и не след полагаться!» «Стил пантера представляет» на узбекском языке Узбекские народные сказки «Восточные сказки» «Орманды, хайванлар ва кушлар узларге подшах сайлэш учун орманге топлэнешкенекен. Шунда, кемну узларге подшах кылыб котарыш кереглиги торсида узақ муназара кылышбдэ. Гафур Гулям озарник. «На русском языке Сказки Пушкина для детей и взрослых». Три девицы под окном пряли поздно вечерком. «Кабы я была царица!» говорит одна девица, «То на весь скрещенный мир приготовила б я пир». Басни Крылова Знаменитые и неизвестные. По улицам слона водили, как видно на показ. Известно, что слоны в диковинку у нас. Так за слоном толпы зевак ходили. «Восточная сказка» Том первый. «Узбекские народные сказки» Давным-давно жил один старик-охотник со своей женой-старушкой. Однажды поставил старик селок и сел караулить. Смотрит, в селок попал большой аист. Ганс Христиан Андерсон. «Зимняя сказка» Окна зачастую покрывались ледяными узорами. Но дети нагревали на печке медные монеты и прикладывали их к замерзшим стеклам. Сейчас же оттаивало чудесное кругленькое отверстие. А в него выглядывал веселый ласковый глазок. И это смотрели каждый из своего окна. Мальчик и девочка. Кай и Герда. Гафур Гулям. Озорник. Дни идут за днями. И однажды Ишан снова зовет меня в худжуру. Сын мой, говорит он неласково, много труда ты положил на нас. Теперь знаешь все дела нашего дома. И сам видишь, сколько человек я должен содержать. Пора тебе тоже добывать деньги. Аудиокниги для детей и взрослых вы можете приобрести в сети магазинов «Оскар». Стил Пандера Всегда следует...